Девица-душечка Нет никакой единой формулы и уж тем более моды. Работа может занять как несколько дней, так и затянуться на недели, а то и месяцы. Главное, по признанию Людмилы Горбуновой, делать все по велению души и сердца и включать фантазию. Как же рождается народная кукла? Все зависит еще от материалов. Материалы могут быть разные. Это может быть и солома, это может быть и ткань, это и черенок, ну просто даже черенок, деревянный черенок. И когда ты начинаешь облекать куклу, начинаешь ее одевать, вот тут рождается образ уже самостоятельно. Автор бережно относится к традициям. Ее детище создаются только из аутентичных материалов, уже бывших в употреблении. Именно так и делали в старину. Кстати, раньше в православных русских деревнях кукла была не только утешением для детей, это было еще общение между матерью и ребенком, своеобразный душевный быт. И возвращать эти устои крайне необходимо. Самая, конечно, важная вот эта преемственность, та, которая утрачена. Вот, потому что сегодня мы возрождаем какие-то истоки вот нашей с вами древнерусской традиции. Ксения Шмелева впервые увидела таких кукол. По словам девочки, они намного интереснее современных и хочется разглядывать и даже делать своими руками. Они выглядят необычно, и это тоже своя история. Это история, которую я не знаю и которую хочется познать. Меня впечатлило больше всего объем работы и то, из чего это делается, потому что некоторые материалы очень редкие. Иметь пару вот таких самой сделанных кукол хотелось бы. А Людмила Горбунова в ближайшее время планирует представить в храме и другие свои работы. Екатерина Коваленко, Николай Карбанов, Ольга Садовская. Видно-ТВ.